Электричка загудела и наддала, пассажиры качнулись вперед, а потом назад. Пролетела, набирая скорость, осенняя бедная и голая станция под мелким дождем с тремя сошедшими дачниками в плащах и резиновых сапогах. И снова пошли за окнами поля и перелески, нищие деревеньки, и вдруг на горизонте над лесом возникла какая-то подозрительная труба, а потом переезд с белокрасным шлагбаумом, а к нему терпеливая очередь, две легковушки, газель и лошадь с подводой, самое последнее. Илья слушал басовитое гудение голоса в наушниках вначале внимательно, затем раздражаясь, а потом то ли от покачивания поезда, то ли от того, что отвлекали мелькавшие за окнами черные елки и желтые березы, совершенно потерял мысль, выдернул из ушей пластмассовые штучки, заканчивавшиеся на тонких проводках, и стал тыкать в экран, чтобы остановить бухтение. «Так вот, я и говорю», — дедок напротив как будто продолжал рассказ. Илья взглянул на него с изумлением и неудовольствием и опять уставился в планшет. «Что убить-то убили, а посадили-то безвинно обвиноваченного. А у нас всегда так. Закон, что дышло. Куда поворотил, туда, стало быть, и вышло. Только все знают, что Петрович ни при чем. Вот хоть ты меня расстреляй. Ни при чем, Петрович!» «Какой Петрович?» — машинально спросил Илья. Файл завис, и в наушниках, болтающихся на шее, все продолжалось глухое размеренное бормотание. Дедок удивился. «Дока я о чем тебе толкую? Вон газетка-то у тебя заткнута, а там прям русским по белому сказано, что подозреваемый задержан. А какой он нахрен подозреваемый, если он не виноват ни в чем? Петрович не виноват, говорю». Не справившись с дурацким планшетом, Илья выдернул из гнезда наушники, чтобы в них не гудело, и скосил глаза на газету, засунутую в щель между спинкой и сидением. Он купил газеты в Ярославле, когда пересаживался с московского поезда на местную электричку. Быстро и равнодушно прочитал, скомкал и бросил, решив, что лучше будет слушать доклад. Никодимов докладывал на ученом совете в минувший вторник, а Илья все пропустил. «А раз Петрович не виноват, продолжал дедок, стал быть другой виноват. Кто-то же ее прикончил, не сама она того удушилась. Хотя кто вас разберет, столичных?» Тут Илья вдруг сообразил, о чем дедок говорит, и это было странно. Так странно, что он посмотрел внимательно и сел прямо, забыв про планшет. «А чего ты глядишь на меня? Я старый уж прямо говорю. Нету такого закону, чтобы людей в тюрьму сажать, потому что они, может, водку пьют и за себя не отвечают. Вот ты знаешь, почему Петрович водку пьет? Вот ты можешь мне, как следует, ответить?» Дедок внезапно распалился, полез под синюю ватную куртку в нагрудный карман, сопя покопался там, нацепил очки и уставился петушиным взором. Рядом с ним на пустом сидении была утверждена корзина, укрытая куском брезента, в ногах стояла еще одна, больше, широкий потертый ремень лежал у старика на колене. «Нет, ты мне скажи, скажи!» «Да я бы сказал», — осторожно начал Илья, «но не знаю, что у вас случилось и кто такой... Петрович?» «И почему он водку пьет, не знаю». «То-то и оно-то, и никто не знает. А я знаю. Я в Сокольничем с малолетства вот такого живу», — старик показал рукой невысоко от пола, почти вровень с корзиной. «А меня спросили? А вон соседей. А Клавдию?» «Клавдия в тот день с утра в лес сладилась. К обеду должна была вернуться. Стало быть, путь ей один, мимо того магазина. И ее не спросили». Илья Сергеевич Субботин, доктор физико-математических наук, профессор и столичный житель, понятия не имел, как именно надо разговаривать в дальних электричках с привязчивыми стариками. И слишком невероятным было то, что попутчик сам заговорил о том, что в данный момент интересовало его больше всего. Об убийстве. Слишком невероятно и странно. «Ну, чего глядишь-то на меня? Я прямо говорю, как есть. На кой ляд Петровичу ее душить? Он пьяненький был, да? Кто спорит? Бузил маленько, покрикивал. Гошка милиционер его на площади усмирил, да домой направил. А что Гошка-то? Он малец еще. В отделение Петровича волочь. Так Петрович сроду собаку камнем не кинул. Не то, что в человека. Подумаешь, нашли там у него чего-то в карманах. Мало ли, откуда оно у него взялось. Может, сама за тетеха подарила. Мы же не в курсе? Секундочку перебил Илья. Я сути не понял. Что случилось? Где? Кого убили? Старик недоверчиво крякнул, сдернул с носа очки и ткнул ими в кипу газет. — Эван как? Читал, читал, а дело не с места. Или неграмотный? — Грамотный, — сказал Илья нетерпеливо. Но вы мне лучше расскажите. Это интересно? — Интересно, — передразнил старик язвительно. — Всем интересно. А Петровича стало быть в тюрягу, да? Чего там рассказывать? Все уж рассказано, вон пропечатано даже. Когда это? На позатой неделе. Дня за два до выходных припожаловала за тетехой это. Она по осени очень уж любит у нас в Сокольничем бывать. Это у вас у столичных называется родину любить. И она туда же. Красоты, говорит, тут расстилаются, глаз не оторвать. А что, у нас и вправду красотища. На заиконоспасскую горку взберешься, по сторонам глянешь, до самых печенок проберет. Вот она и приезжает. Секундочку. Опять перебил Илья. Кто она? Лилия Петровна. Кто, кто? Курпулентная из себя дама, видная такая. Дедок показал обеими руками, какая видная дама Лилия Петровна. С директором, само собой, дела какие-то имела. Он нас ловкач, директор-то. Пробу нет где ставить. С каким директором? Да с нашим. Прям неграмотный, что ли, парень? Или ты не в Сокольничье едешь? Илья кивнул. Именно туда. Да к нам все нынче едут. Летом вообще от народу не протолкнешься. В предзимье ты и весной потише. Давно ли так стало? Совсем село наше загибалось. Пьянь одна да старичье вроде меня. Молодые все в Ярославле и в Москву подались жить-то надо. Все поветшало, в землю ушло, колокольня, почитай, завалилась. Один этот самый дом творчества остался. А что с него возьмешь с дома этого? Ремонту не было лет тридцать с гаком. Двор весь бурьяном зарос. Труба печная на чесном слове держалась. Так ее ветром разнесло по кирпичику. И не ехал никто. Кто ж поедет? А при советской власти у нас и режиссеры всякие, и художники, и писатели все жевали. Пили страсть. Этого не отнять. Душевно пили. Особенно эти, которые писатели. Он, помню, приехал один. Машина-чайка его привезла. Знаменит, стало быть, писатель. Постой, как его звали-то? Илья не удержался и опять перебил. Значит, раньше не ехали к вам, а теперь поехали. И эта Лилия Петровна тоже приезжала. То и дело приезжала. Я про то тебе и толкую, а ты слова сказать не даешь. А про что вы мне толкуете? Про директора Олега Павловича. Да кабы не Олег Павлович, пропали бы мы совсем. Ну, он молодой, энергичный, из новых. Лет десять назад явился и давай туда-сюда шуровать. Уж не знаю, где он денег наворовал. Только наворовал, видать, знатно. Потому дела у него пошли. Пошли дела-то. Старик вытянул руку и стал перед носом у Ильи загибать пальцы. Колокольню поправил. Творчество отремонтировал. Деревьев насадил. Торговую площадь замостил. Магазины открыл. Музей наладил. Да не один. У нас их теперь музеев этих. Если посчитать, на круг больше пяти выходит. Вот давай вместе, гляди. Музей русской предприимчивости. Музей музыкальных феноменов. И всем руководит Олег Павлович. Он. Ух, оборотистый мужик. Жулик, видать, первостатейный. Да почему непременно жулик? Профессорским тоном вопросил Илья Сергеевич Субботин. До этого профессора удавалось сдерживать. А тут он все же подал голос. Обычный парень Илья Субботин за ним не уследил. Откуда вы знаете? Может, этот ваш знатный директор денег не воровал, а честно заработал? Дедок даже поперхнулся от негодования. Да иди ты, чтоб на Руси матушке, да не воровать. Нет, вы поглядите на него. На голубя Сизакрылова. И тратить. Деньги, добытые честно. Илья посмотрел на старика, а старик на него. Электричка покачивалась, и небо заметно темнело. Так что дела-то он делает, наш Олег Павлович. А Лилия Петровна к нему наезжала, особенно по предзимью. Говорю же, она тоже, дам, непростая. На каждом пальце по бриллианту, вот эдакому, автомобиль у ней, шофер, денег давала. Это у вас мода такая у столичных. Деньги давать на восстановление храма. После табличку прикрутят к кирпичам. Мол, такой-то или такая-то помогали храм того ремонтировать. Все довольны. И кого убили? Так ее и убили, Лилию. И главное, говорят, Петрович убил. А он ни сном, ни духом. Вот те крест, что Петрович средь бела дня живого человека, да еще бабу, не сходя с места, удушил. Быть не может такого. И главное... Тут старик подвинулся на сиденье и наклонился к Илье. От него странно, но приятно пахло то ли яблоками, то ли табаком. Удушили ты ее. Где? Где? Повторил Илья, контролируя профессора, чтобы опять не вылез с расспроса. Так у Зои в магазине. Ну, у Зои Семеновны, которая еще экскурсоводом служит. Она магазин держит. Там всякие скатерти, вышивки, кружева, бабская дребедень. Лилия-то, Петровна, страсть как любила прикупить чего-нибудь. Такого, говорит, полотна в Голландии не найдешь. И покупает. Зои-ка-то и рада. Кто там что у ней берет? Слезы одни. И в тот раз зашла. Ну, чего это спросила? А Зои-ка говорит. Здесь нету, а дома есть. Сейчас до дому сбегаю. И побежала. А Лилия в магазине одна осталась. Зои-ка возвернулась. А та на полу лежит. И уж не дышит. Ну, с Коля набегала. Минут десять-пятнадцать. Не более. Тут полиция. Гошка прибежал. На покойницу вытаращился. Рот открывает чисто окунь. Ну, потом вырвало его в кустах-то. А как же, молодой пацанчик. Ну, в Ярославль стал названивать. А чего названивать, когда уж все? Но не мог Петрович Лилию удушить. Хоть у него пьяного какой-то ейный платок нашли. Или галстук, что ли. Секундочку. Почему не мог-то? Все же встрял в разговор профессор Субботин. Ведь если у этого алкоголика нашли какую-то вещь убитой, помолчи, властно сказал дедок. Вот все вы такие скороспелые. Не знаю, откуда там этот платок взялся. И знать не хочу. Только Петрович сроду в Зойкин магазин не заходил и не зашел бы никогда. Почему? А потому Зойка его бывшая. Как будто пропечатал старик и торжествующе откинулся назад. Он из-за нее и запил, может. Когда она его на развод поставила. Что значит поставила на развод? Ну, по суду с ним развелась. Да еще алименты с него потребовала. Он тогда сказал, не видать Зойки с меня ни копеечки. С завода уволился и стал горькую пить. Прекрасная месть, оценил профессор. Элегантная. Да ну тебя! Чего языком мелешь? Вот менты приехали, всех алкашей местных обошли. У Петровича из кармана финтифлюшку Лилину выудили. Составили протокол и... готово дело. Сидит Петрович в Ярославском СИЗО, как будто он и убил. Вон даже в газете пропечатано. Раскрыто по горячим следам. По каким таким следам, спрашивается? Илья подумал немного, стянул с шеи наушники и засунул в карман. Так, хорошо. А водитель этой дамы где был? Вы сказали, ее водитель возит. Да о чем и речь, парень? Не было в тот раз шофера при ней. И где он обретался, и на чем она приехала, одному богу известно. Нет, потом-то уж, когда она... Того? Померла? Подкатила машина, и шофер выскочил. Убивался за ней, как за матерью родной. Но к магазину она пешком пришла. И Зоя божится, что не было автомобиля. Откуда она могла прийти? Из Москвы? Не иначе так. И Клавдия ничего не видала. Я тебе про нее толковал. Про Клавдию-то. Она утром за грибами маханула. Тоже баба несчастная. Почитай круглые сутки у плиты. И бобылка. Мужика-то нету. Вот у ней одно развлечение. В лес наладится. Она, бывает, всякого впрок наготовит. Бабам кухонным, подручным своим, ценные указания раздаст. И в лес дух перевести. Ну, к обеду завсегда обратно на месте. На кухне, стало быть. А куда же ей деваться? Без нее всем делам остановка выходит. Док она возвращаться одной дорогой могла. Стало быть, мимо Зоиного магазина. И Петровича она там не видала. Ничего не видала. Кто такая Клавдия? Как кто? Повариха из творчества. Ох, знатная повариха. Так сготовит вместе с тарелкой и съешь, и не заметишь. Из себя видное нигде Господь не обидел. А ты разве не в творчество следуешь, парень? По виду тебе туда прямая дорога. Илья Суботин оттеснил профессора и сказал, что да, он в дом творчества. А ты по какой части? Артист? Или, может, писатель? Пожалуй, писатель, согласился Илья. А что писать-то будешь? Роман? Или там поэму? Я еще подумаю, сказал Илья. Пока точно не знаю. Поэму хорошо бы. Вот Клавдиной стряпни и отведаешь. Она там с утра до ночи пропадает, в доме этом, на кухне. Харч приготовляет. Творческие все прожорливые. Страсть. Особенно, когда выпьют. А вы с директором знакомы? Мы с Олегом Павловичем. Куда нам, пентюхом немытым? Олег Павлович высоко летает, его телевизор показывает. То здесь его за инициативу наградят, то там. Инициатива – это стало быть село Сокольничье, и мы его обитатели. А ты, может, и познакомишься. В творчестве об эту пору народу немного, десяток человек. А Олег Павлович во все сам входит. Очень о гостях печется. Особенно после того, как Лилия Петровна так неудачно заехала. Клавдия рассказывала. Он ушахал и охал. Распугают народ. Ездить перестанут. Сроду у нас тут смертоубийства не было. Ни при советах, ни при новой власти. А без народа нам куда? Некуда. Народ есть, денежки капают. А нет так и щи пустые. Редактор субтитров А.Семкин